к 130-летию Дмитрия Владимировича Бубриха «Кластеризация в подтверждении единства карельского языка». Дмитрий Владимирович Бубрих сыграл важнейшую роль в процессе сложения академической лингвистической школы Карелии, основав такое её направление, как прибалтийско-финское языкознание. В конце 20-х годов прошлого века он приступил к работе по практическому освоению языков бесписьменных финно-угорских народов с целью создания для них письменностей. Первый визит в Карелию языковед совершил в 1928 году. Тогда в Обществе изучения Карелии он сделал доклад о необходимости исследования особенностей карельского языка и сбора лингвистического материала. В том же году вышла в свет подготовленная им инструкция к собиранию материала для финско-карельских говоров. Первая экспедиция в составе 12 человек состоялась в июле и августе 1930 года. Тогда были обследованы 4 региона – это Ухтинский, Паданский, Олонецкие районы, а также полоса людиковских говоров вдоль Онежского озера. И таким образом в Карелии с непосредственным участием Дмитрия Владимировича Бубриха и в связи с созданием в 1930 году Карельского научно-исследовательского института с этнографо-лингвистическим подразделением в составе началась планомерная работа по теоретическому изучению карельского языка с целью создания письменности. Занимаясь в начале 1930-х годов работой по созданию письменности для тверских карелов, результатом которого стала, например, вот такой учебник, грамматика Карелан Келин учебника, Дмитрий Владимирович задумывается о возможностях разработки младописьменных вариантов карельского языка для Карелии. И в одном из своих писем в институт он пишет о необходимости построении двух таких вариантов – паденско-карельского и олоницкого. Отмечаю, что отдельный вариант необходим и для людинцев, тогда как ухтинским карелам можно выбирать между финским и паденско-карельским языками. И таким образом, еще в 1931 году, по итогам экспедиции 1930 года, Бубрихам была разработана его первая классификация карельских диалектов, в которой он выделил пять групп, которые соответствуют современным ливиковскому, людиковскому наречиям, а также севернокарельским, южнокарельским и тверским диалектам собственно карельского наречия. И что бы ни происходило в последующие годы, но вот если мы попробуем проецировать это письмо на современную ситуацию, то обнаружим, что в некоторой степени это письмо было пророческим, поскольку на сегодняшний день мы имеем как раз пять новописьменных вариантов карельского языка, разработанных на базе выделенных Бубрихам групп диалектов именно в этом письме. В связи со сложной политической обстановкой начала 30-х годов в Карелии, непосредственная работа над созданием карельской письменности была отодвинута и начата лишь в 1936 году. В августе 1937 года в Петрозаводске на Карельской лингвистической конференции Дмитрий Владимирович представил разработки относительно правил и норм единого карельского языка. И перед ним стояла труднейшая задача. Нужно было отобрать и связать в единую систему явления, наиболее устраивающей всех карел, каким бы наречием эти явления не принадлежали. И в этой работе языковед придерживался принципов упрощения и унификации. Предложенные им нормы были практически единогласно приняты, и вскоре свет увидела грамматика единого карельского языка. Конечно, отдельного внимания требует вопрос, почему позиция исследовательна относительно необходимого количества нормированных вариантов за эти пять лет, с 1931 года до 1936-1937 года, так изменилось. Но это, конечно, тема для отдельного исследования. И вот в рамках доклада можно только предположить два возможных варианта ответа. Возможно, это было требование сверху, но не менее возможно, что исследователь изменил свою точку зрения, проанализировав результаты анализа материалов, которые были собраны для диалектологического атласа карельского языка в ходе масштабно развернутой летом 1937 года экспедиции. Идея создания такого атласа разрабатывалась в институте, которым руководил Бубрих, уже начиная с 30-х годов. И вот в марте 1931 года был издан первый вариант программы для собирания материала для диалектологического атласа карельского языка. Эта программа включила 1785 вопросов. Часть из них была по социолингвистике. Наибольший процент вопросов составляет часть по фонетике. Также представлены в вопроснике морфологии и лексика. И уже в июне 1937 года начался полевой сбор материала. За лето был собран материал в 150 населенных пунктах Карельской СССР. И языководом было составлено более 200 рабочих карт. Переключите, пожалуйста. Нет, это уже много. Хорошо, спасибо. И анализ вот этого материала, который был получен, он позволил получить довольно полное представление о фонетических и морфологической системе диалектов карельского языка. Ну вот здесь на слайде представлены вот такие первые рабочие карты. Вскоре диалектологическая работа была прервана на долгие годы войной. После возвращения из эвакуации Бубрих, возглавив кафедру финно-унгорской филологии Петрозаводского университета и будучи в 1946 году избранным членом-корреспондентом Академии наук СССР, добивается восстановления лингвистического сектора Карелло-Финского научно-исследовательского института культуры, который возглавляет через год. И вот восстановление этого сектора позволило возобновить и работу над Атласом. На основе доработанной программы производилась проверка и дополнение полученного ранее материала. Было обследовано дополнительно еще 50 пунктов Карелии и 20 пунктов Калининской области. Работа над картами Атласа осуществлялась сотрудниками сектора языкознания Анисимовым, Богдановым, Великовым, и вся работа проходила под руководством Бубриха. Над оформлением карт работали дочь Владимира Бубриха, Вера Дмитриевна Смирнова-Бубрих и Георгий Мартынович Керт. И в общей сложности к 1948 году было составлено свыше 800 пробных карт. И на основе этих карт к 1949 году было подготовлено 130 сводных карт, которые впоследствии и вошли в Атлас. На основе анализа пробных карт Атласа Бубрихом был написан целый ряд основополагающих работ по диалектологии карельского языка и по этногенезу карелов, в котором была разработана классификация диалектов карельского языка. В одной из работ исследователь выделяет три наречия карельского языка – собственно карельское, ливиковское и людиковское. И особое внимание он обращает на близость южных наречий, то есть ливиковского и людиковского, в противовес, собственно, карельскому. И именно этот вариант классификации впоследствии и стал основой для современного диалектного членения карельского языка. И особое внимание следует обратить на то, что отношение людиковских говоров к карельскому языку ни в одной из работ Дмитрия Владимировича Бубриха не подвергалось сомнению. Судьба сложилась таким образом, что одного из важнейших результатов своей научной деятельности в законченном виде Дмитрий Владимирович так и не увидел. После его ухода работа над Атласом была продолжена его учеником Беляковым при участии сотрудников сектора языкознания Анисимова Макарова. И в общей сложности к 1956 году было подготовлено 209 карт. Однако в связи с целым рядом причин Атлас так и не был напечатан в тот год, и он увидел свет лишь спустя четыре десятилетия. Но вот такая отсрочка она позволила собрать и включить в Атлас материалы по тверским карельским говорам, которые изначально предполагались Бубрихом в виде второго выпуска Атласа, второго тома. Экспедиции к Тверским карелам были организованы Григорием Николаевичем Макаровым в конце 50-х годов. Программы были заполнены в 60 населенных пунктов, а уточнением и дополнением этих программ, а также составлением карт занималась Александра Васильевна Понжина. Ну вот здесь на слайде представлена одна из карт, это четвертая карта Атласа. Ценность материалов Атласа отмечена составителями его предисловия Георгием Мартыновичем Кертом и Владимиром Дмитриевичем Рягоевым следующим образом. Данные Атласы имеют неприходящее значение не только для выявления всего многообразия карельской речи в пространстве, но и для прослеживания исторических судеб карельского языка. Достоверность представленного в Атласе материала не вызывает сомнений, поскольку каждый вопрос программы заполнялся по каждому пункту вопросника от нескольких носителей и многократно перепроверялся. За каждой включенной в Атлас картой стоит несколько рабочих карт, которые анализируют явления в аналогичной позиции в других лексемах. Полевой материал, который был собран для Атласа 50-80 лет назад, по сей день не утратил своей актуальности для решения проблем карельской диалектологии. Первой попыткой визуализации карт Атласа является работа финляндского языковеда Калави Ви и Какарелан Кейлен Мурдет. В этой работе методом составления таблиц в процентном отношении, отражающих насколько говор отдельных пунктов отличаются друг от друга, языковедам были намечены границы между наречиями, диалектами и группами говоров карельского языка. И вот здесь на карте, которая представлена на слайде справа, мы видим, что вот именно разными линиями отмечены границы между наречиями, диалектами карельского языка. И чем толще эта граница, тем больше процентов отличий между вот этими соседними диалектами, наречиями было обнаружено. Развитие идеи Калави Ви и Ка было произведено в 2018 году профессором информатики, носителем карельского языка Марти Пентенином в рамке международного проекта Вертейлова-Карелан Кейлиоппи путем применения к закодированным материалам атласа статистического метода кластеризации и визуализации ее результатов в виде кластерных карт. Компьютерная программа, которая была подготовлена в ходе работы, она позволяет сравнивать между собой материалы карт атласа по какой-то заданной выбранной тематике. И эта программа объединяет говоры, которые обнаруживают минимальное число отличий в одну группу, в один кластер. И от уровня к уровню кластеры объединяются в более крупными и тем самым намечаются диалектные границы. И вот здесь на слайде представлены три карты. Это три уровня одной и той же сводной кластерной карты, которая основана на всех материалах, которые вошли в атлас. И мы видим, если мы будем двигаться справа налево, то на правой карте максимальное количество кластеров, и каждый кластер обнаруживает соседним определенные отличия. На следующем уровне в центре мелкие кластеры предыдущего уровня объединяются в более крупные. И вот мы видим третий кластер, это карта, которая слева расположена, формируются всего лишь два вот таких крупных кластера. И вот результаты кластеризации различного уровня тематических карт Атласа, они позволяют сделать целый ряд важных выводов относительно диалектной классификации карельского языка и наметить пути решения ее важнейших проблем. Одной из таких проблем является определение статуса людиковских говоров, относительно которых существуют две традиции. Согласно первой традиции, которая восходит к работам Бубриха, людиковские диалекты представляют собой наречие карельского языка. Согласно второй точке зрения, которая доминирует в Финляндии, людиковские диалекты представляют самостоятельный прибалтийско-финский язык. И вот эта сводная кластерная карта, которую мы сегодня с вами рассмотрели, она позволяет нам наметить ответ на тот вопрос, что же на самом деле представляют собой людиковские диалекты. Мы видим, что на этой сводной кластерной карте, которая левая, образовалось два крупных кластера. Один ливиковский, людиковский кластер, и второй кластер сверху, красный, это собственно карельский кластер. И вот такое деление. На следующем уровне, это центральная карта, мы видим, что собственно карельский кластер представлен тремя кластерами, северно-карельский, паданский и тверской кластер, а ливиковско-людиковский кластер здесь разделен на два. Это ливиковский и справа людиковские кластеры. И вот результат вот этой кластеризации, с одной стороны, подтверждает правильность вот сделанных Бубрихом еще в конце 40-х годов выводов. И с другой стороны, вот эти результаты указывают на то, что лингвистических оснований для выделения людиковского наречия в самостоятельный язык нет. Иначе он бы выделился еще на самом первом уровне кластеризации, где у нас сформировались два кластера, южнокарельский и собственно карельский. Но мы видим, что между ливиковскими и собственно карельскими диалектами отличий намного больше, чем между ливиковскими и людиковскими диалектами. Поэтому вот таким образом, благодаря данным картам, анализу отдельных тематических карт, можно сделать вот такой вывод о принадлежности людиковских диалектов к карельскому языку. Получить более точное представление о границах наречий диалектов карельского языка планируется в дальнейшем путем включения в базу кластеризации материалов по близкородственным языкам, вебский, ижорский, восточные диалекты финского языка. И, во-вторых, также планируется расширить базу кластеризации за счет оцифровки и кодирования материалов программ, которые были собраны в 30-е, 40-е и последующие годы вот именно в рамках работы над Атласом. Эти программы хранятся в научном архиве Карельского научного центра. И дело в том, что тот материал, который в этих программах содержится, в 8,5 раз превышает объем данных, которые в итоге вошли в печатный вариант Атласа. Работа в этом направлении по оцифровке, по кодированию материалов успешно начата благодаря помощи наших математиков. И вот сегодня, пользуясь случаем, я хотела бы впервые продемонстрировать аудитории диалектную базу карельского языка Муррех, которая разрабатывается для нас ведущим инженером-исследователем Лаборатории информационных и компьютерных технологий Института прихладных математических исследований Карен Церан Натальей Борисовной Крижиновской. Вот это один из принсклинов данного ресурса. Здесь на слайде представлена одна оцифрованная анкета, которая была записана в 1937 году в Габазере учителем Иваном Ивановичем Моисеевым от себя же. В каждой анкете, как мы видим, представлено 4 раздела. Это социолингвистическая информация, она представлена 8 вопросами. Далее идет фонетика, это 1078 вопросов. Но вот в данном случае мы видим, что не на все вопросы были получены ответы. И также есть разделы морфология и лексика. Внутри каждого раздела произведено разбиение на темы. И здесь, например, мы видим дифтонги, как представлены в данном говоре, представительство звонких и глухих, согласных. И вот таким образом по каждому явлению у нас есть отдельный раздел. И в дальнейшем мы уже можем по этим разделам вводить эти данные в программу кластеризации, которая будет автоматически нам формировать вот эти кластерные карты, которые позволят сделать определенные выводы. В процессе заполнения оцифровки анкет каждый ответ кодируется, присваиваем буквенный код. Вот здесь тоже на слайде как раз таки видно. Пока введено три варианта. Мо, мо и ма. И так вот для каждого явления, это почти 2000 вопросов, будет каждая анкета, каждая программа расписана. И благодаря применению вот этой методики кластерного анализа можно будет наметить, я думаю, уже все-таки даже решить некоторые вопросы диалектного членения карельского языка. И здесь огромная роль принадлежит именно введению в научный оборот материалов вот этих программ, которые были собраны под руководством Бубриха более чем полвека назад. И результаты полевой работы последних лет доказывают, что вот эти материалы, собранные относительно давно, они остаются вполне пригодными для решения проблем карельской диалектологии. Поскольку, во-первых, для застывшей на определенном этапе своего развития карельской диалектной речи этот промежуток в 50-е, даже 70-е лет не является существенным. И, во-вторых, к сожалению, по отдельным говорам на настоящий момент уже не представляется возможным собрать столь качественный материал, как это было сделано еще 50 лет назад. На этом я закончу. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...